Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости» Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня в выпуске. У миллионного пассажира Анапы самые яркие впечатления. Юбилей в стиле «Каракизиде». Театр под открытым небом Анапы, как в древние времена Гаргипии. Кубань выбрала губернатора. Вчера на заседании края избиркома принято постановление о том, что выборы главы Краснодарского края признаны состоявшимися и действительными. Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Краснодарского края, которые пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. На общегородской планерке глава города поблагодарил всех за участие в выборах и подчеркнул, что свою волю пришли выразить почти 50% населения. Это очень хороший показатель. Один из важнейших вопросов дня – выносную сезонную торговлю перевести в стационарные магазины. Требования главы курорта, городская набережная, улицы должны быть освобождены от уродующих город, ларьков, павильонов и переносных прилавков. Глава НАПА напомнил своему заместителю Людмиле Терещенко и руководителям курируемых ею управлений, какие изменения он требует внести в работу потребительской сферы и сферы услуг к предстоящему курортному сезону. Если помните, я говорил, что выносную торговлю максимально убрать в стационарные объекты. Вот начинаем работать уже с сегодняшнего дня. И не надейтесь, что я буду подписывать постановление о временных точках. Это будет минимум, совершенный минимум. Хватит уродовать улицы и все остальное. Вот этим балаганом, который разводят. До сегодняшнего дня. То там мыло, то там какое-нибудь шипо, то еще что-нибудь. Все хорошее. Основной поток туристов схлынул, а вместе с ними и приезжие торговцы. Нелегалов среди них большая часть. А потому можно только догадываться, сколько налогов недополучил городской кошелек. Сергеев напоминает, местным добросовестным предпринимателям зеленый свет, остальным красная карточка. Предпочтение отдаем анапчанам. Мы не площадка для того, чтобы к нам приезжали со всего юга России, устраивали здесь бардаки и потом бросали и уезжали все. Вместе с деньгами, которые они здесь заработали и налоги не заплатили. Работы на год, отделяющий нас от следующего курортного сезона, достаточно. И мест в городе, которые требуют пристального внимания властей, тоже. Основное, то что негатив, это торговля. Несанкционированная и уродливая. Давайте определять. Давайте улицу Черноморскую в Витязево приводить. Нормальное человеческое состояние. Уже сейчас начинать. Если мы думаем, что мы всю улицу приведем в соответствие за один месяц, это заблуждение. Сейчас надо начать. И увидите, какая она будет к лету. Вот. Улицу Горького тоже самое. И не только отрезок. От Красноармейской до Гребенской. А вот отсюда, от площади ее надо приводить в порядок. Дает результат и внедренная главой практика обмена информацией с правоохранительными и контролирующими органами. Письма администрации в адрес транспортной или природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств без ответа и принятых мер не остаются. Солнечный курорт круглый год принимает гостей. Поездами, самолетами к нам спешат на отдых россияне и иностранцы. Уезжают отдохнувшие и наполненные приятными впечатлениями. Миллионный пассажир улетел сегодня из Анапы. Электронное табло на секунду потемнело и высветило надпись «Миллионный пассажир». Им оказалась москвичка Валерия Акаемова, прилетавшая в Анапу в очередной раз по делам бизнеса, и чтобы сделать небольшой отдых от столичной суеты. Неожиданно, да, на самом деле. Не ожидала, что будет такой сюрприз этой авиакомпании. Сюрпризов девушку ожидала немало. Сертификат на посещение вип-зала «Ожидание», где представитель авиакомпании вручил Валерии сертификат на бесплатный перелет. «Москва-Анапа», «Анапа-Москва» и макет того самого самолета, который будет осуществлять перевозку. Руководство управляющей компании аэропорта преподнесло сладкий сюрприз. Первый раз миллионного показателя аэропорт Анапы достиг 24 декабря прошлого года. В 2015 году нам удалось достигнуть миллионного пассажира, достичь этих рубежей на 3 месяца и 9 дней ранее, чем в прошлом году. Но это огромная работа всех служб, всех подразделений аэропорта, управляющих компаний. То есть мы увеличили не только количество рейсов, новых направлений, что дало увеличение соответственной пассажиропотока. Миллион пассажиров – это не только рубеж для города, не только рубеж для аэропорта, это рубеж для города. Чем больше будет там пассажиров, тем больше будет, естественно, внимания нашему курорту. После чашки горячего чая, когда эмоции немного улеглись, Валерия отметила, насколько с каждым ее визитом меняется Анапа. «Здесь чувствуется прогресс, прямо вот он на глазах, я думаю, что растет. Люди, море, солнце, вообще все супер». Девушка часто летает в Анапу. Кандидат мастера спорта по бальным танцам, она привыкла путешествовать налегке, без багажа. Но сегодня повезет в Москву подарки. «Думала, что я не такой счастливый человек, чтобы стать именно этим миллионным пассажиром. Когда услышала фамилию, то поняла, что это именно я. Ну, конечно, шок, потому что не ожидаешь. Но приятный шок». В сентябре 2013 года руководство базы «Лайра» подписало соглашение с администрацией города-курорта Анапа о реализации проекта строительства аэровокзального комплекса. Первых пассажиров новый аэровокзал планируют принять уже в 2016 году. Пропускная способность увеличится почти в три раза. На деревенском подворье крестьянско-фермерского хозяйства Яниса Каракизиди состоялся ежегодный осенний праздник. На этот раз он приурочен к юбилею его эксклюзивного стрета. Этому бренду исполнилось 25 лет. Именитых гостей в этот день на подворье винодела было много. Ведь праздник молодого вина у Каракизиди – это такой своеобразный этно-гастрономический арт-перформанс, где сам хозяин и сценарист, и производитель вина – и философ, и певец, и ценитель прекрасного. В едином действии соединились дегустация, щедрое застолье, наслаждение пространством, музыкой, общением. Почетным гостем юбилейного торжества стала глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев. По давно заведенной традиции встречали королеву праздника, прилетевшую на этот раз на супермодном вертолете. Наши принципы каковы? Мы собираем вас не для того, чтобы пропиариться, а напоминаем вам. Господа, товарищи, не бойтесь своей страны. Честно работайте и получайте от этого удовольствие. А потом дружно давили виноград, чтобы почувствовать зрелость и аромат спелой ягоды и стать соучастниками процесса рождения напитка богов. Бахус с помощницей также пожаловали на праздник, чтобы засвидетельствовать почтение настоящим шедевром винного дома Каракезиде, уже давно и прочно обосновавшимся на карте Кубанского края. Осень – пора свадеб. Зарегистрировать брак теперь станет значительно проще. Кубанцы могут подать заявление о регистрации брака через сеть интернет. Подать электронную заявку можно на портале государственных услуг Российской Федерации. Для этого необходимо заполнить на указанном сайте электронную форму, выбрать отдел ЗАГС в Краснодарском крае, дату и время регистрации и подача заявления. Немаловажное условие – выбранная дата регистрации сохранится только при условии личной подачи заявления о заключении брака в указанный в приглашении день. Госуслуга по бронированию даты и времени регистрации брака предоставляется бесплатно. При этом электронная заявка не исключает возможности подать заявление привычным способом и в общем порядке в одном из отделов ЗАГС Краснодарского края. Пусть одно из самых волнительных событий в жизни пройдет замечательно. В канун Дня города в Анапе принято отмечать людей, хорошо потрудившихся на благо курорта в течение года. Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления». В этом году лучшим стал ТОС номер 150, к которому относится дом номер 103 по улице Ивана Голубца. Дом большой, 180 квартир, огромная территория. Свыше 450 жителей проживают в этом красивом и уютном месте. У руля стоит председатель Наталья Ярошенко. Благодаря ее активности и организаторским способностям люди с удовольствием благоустраивают свой двор, высаживают цветы, организовывают субботники, следят за чистотой и порядком. Одно из сегодняшних достижений – водопад с маленьким фонтанчиком, где можно присесть, отдохнуть, послушать шум воды. За года три, наверное, все-таки люди и дети в том числе поняли, что это двор наш, что мы здесь живем, что мы здесь гуляем, что мы здесь растем. И в конце концов, знаете, это все-таки маленькая родина наша. Ребенок рождается, ведь куда он выходит? В чистый красивый двор ухоженный. Вот он здесь вот получает все необходимое. Так же он потом будет любить свой город, любить свою страну и относиться к перечне. Конечно, в первую очередь это заслуга жителей дома. Все сделано их руками – клумбы с цветами, кустарники, даже лавочки во дворе. Все здесь наполнено любовью и заботой. Дети с удовольствием играют на спортивной площадке. В этом году даже появилось баскетбольное кольцо – мечта любого мальчишки. Вместе с бабушками они ходят в походы, устраивают соревнования, посещают музеи и обсуждают на общих собраниях свои успехи. Гордятся своим замечательным, красивым двором. Два года подряд мы участвуем в этих конкурсах ТОСов в нашем городе Анапе. И мне очень импонирует то, что здесь подходят очень позитивно и очень правильно к этому вопросу. Многие наши не верили, что мы займем первое место. У меня до сих пор мурашки, вы знаете, я не могу тоже поверить. Но я верила, что мы займем, потому что нигде в России я такого не видела, двора хорошего. Вот сколько мы сможем путешествовать по России и вообще по миру. В день города в присутствии сотен анапчан победители получат свои заслуженные награды. На достигнутом результате останавливаться не собираются. Теперь их ожидает участие в краевом конкурсе. На курорте стартовал необычный культурный проект – опера «Гаргипия». Идея театра под открытым небом не случайно родилась именно в Анапе. Гаргипия – родоначальница постановок в амфитеатрах. Золотые голоса России, звучавшие на лучших сценах Европы и мира, огласили вечернее побережье. Травиата в прекрасном исполнении Владимира Богачева и Вероники Касьяновой открыли вечер. Опера в стиле «Оупен-эйр» для Анапы новинка, да и жанры, которые представили артисты, необычные. Сочетание оперы – рок и поп-музыки. Опера говорит о вечных вещах. Правда, ложь, подлость, мерзость, любовь – это вечные темы. И почему это считается классикой? Потому что это вечно. И те проблемы, которые там встают, это проблемы литературы в той же школьной программе. Я не думаю, что это будет интересно только интеллигенции, прослойки людей, которые что-то уже знают и что-то видели. Мы будем стремиться сделать это демократично, чтобы это было действительно живое и интересно и по-настоящему, без действительно каких-то наворотов. В планах артистов привлечь анапчан и гостей курорта к классической музыке и высокому искусству, сделать его понятным для каждого, доступным и близким. Я думаю, что это будет интересно слушателям, потому что интерес к этой музыке, он всегда есть. И напрасно кто-то боится такого названия и слова «опера». Тот, кто раз побывал на хорошем исполнении, в хорошем театре или так, как в Италии, в Арене де Верона и так далее, на свежем воздухе в опере, навсегда человек попадает в сети этого прекрасного искусства. Репертуар самого первого концерта включил в себя не только вечную классику, но и песни военных лет, которые тепло встретила публика. И вот эти песни очень близки мне, потому что мои деды воевали, соответственно, это творчество мне импонирует. Гости курорта были приятно удивлены концертом. Живые голоса, теплая атмосфера. Воспоминания о такой встрече гости увезут в свои города. Мне понравилось, мне понравилось, особенно их классические оперные исполнения, произведения. В планах артистов не только оперные концерты. Запланированы джазовые и инструментальные вечера, постановки классических произведений с привлечением знаменитых исполнителей. Не только в курортный сезон, но и круглогодично. Одно обещают точно – будет не скучно. Завершит выпуск прогноз погоды. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин «Доступная и качественная одежда для детей и взрослых. Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова